ВИРУС НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ Уровень ВИЧ-инфицированных в Кандалакшском районе выше среднестабильного. На рынке труда все стабильно, в центре занятости подвели итоги. И дети не болеют, и растениям комфортно. Как создать благополучный климат в доме? В тематике горячих линий, проводимых в нынешнем году с населением, Мурманскую область не обошли вопросы профилактики ВИЧ-инфекций. И это не случайно. Наш регион в двадцатке по заражению в стране. При этом в отдельных населенных пунктах Заполярья инфицированных нет вообще, тогда как в других, например, в Мурманске, Кандалакше и Апатитах, особенно много. 267 северян за 9 месяцев текущего года были отмечены как ВИЧ-инфицированные. А общая цифра охваченных страшной напастью составляет по Мурманской области 4245 человек. Из них 559 – Кандалакшане. Быть нашему региону на четвертом месте по северо-западу в этом смысле совсем непочетно, поскольку такой уровень пораженности населения считается высоким. Правда, бум ВИЧ-инфицированных пришелся на начало 2000-х. Сейчас общая картина показывает снижение числа заразившихся. Лет 8 мы имеем стабильный уровень выявляемости на одних и тех же цифрах. Небольшой подъем был года три назад до 48 случаев, а так в пределах 30 в год. В Кандалакшском районе показатели по ВИЧ превышают среднеобластные в два раза. Основной путь передачи инфекции наркогенный. Но половой, а также от матери к ребенку никуда не исчезли. За последние годы вырос показатель среди женщин. А по области в целом процесс пошел к старшему поколению. Недуг теперь не редкостью пожилых. Проблема еще и в том, что выявить тех, кто уже подвергся инфицированию, оказывается не так-то просто. Давайте представим ситуацию, два молодых человека решили на 100% обезопасить от ВИЧ-инфекции. Что для этого нужно сделать? Как два нормальных здоровых человека, которые думают о своем будущем, они приходят, предположим, к нам и обследуются на ВИЧ. У обоих результат хороший, отрицательный. Но кто-то из них может находиться в инкубационном периоде. Инкубационный период длится от двух недель до года. Это максимально. В среднем 3-6 месяцев. То есть, чтобы быть гарантированно незараженным друг от друга, они должны предохраняться в течение 12 месяцев, потом еще раз провериться, и чтобы за этот период, конечно, не было никаких других побочных связей. Сегодня, говорят врачи, ВИЧ не столько приговор, сколько неприятный диагноз. Отнюдь не роковой для тех, кто намерен бороться. А умирают ВИЧ-инфицированные чаще всего от прогрессирования сопутствующих заболеваний. При дозировке наркотиков – суицида. Кроме того, социально адаптированным гражданам, которых по воле случая охватила эта зараза, стадия СПИДа не грозит. Многие ничем не отличаются от обычных людей, имеют в семью хорошую работу. Это те, кто регулярно наблюдается и проходит лечение. А оно сегодня абсолютно бесплатно. Центр занятости населения подвел промежуточные итоги своей работы за истекший период. Как отмечают сотрудники организации, ситуация на рынке труда остается стабильной и находится в относительно спокойном состоянии. По данным Центра занятости, никаких существенных всплесков на рынке труда не произошло. Ситуация в целом стабильная, соответствует тем прогнозам, которые были сделаны в начале года. За истекший период в Центр занятости обратилось чуть больше 2000 безработных граждан, что на 23% меньше по сравнению с прошлым годом. На сегодняшний день уровень безработицы составляет 2,3% от трудоспособного населения. Однако такая ситуация одинакова не везде. Ситуация различна в разных поселках. У нас структура района достаточно сложная, много отдаленных поселков. И там, конечно, ситуация хуже, потому что рабочих мест там практически не заявляется работодателями. И уровень безработицы там колеблется от 9 до 4%, в зависимости от размера поселка. Для уменьшения уровня безработицы трудоспособного населения проводятся различные программы. Это повышение квалификации, переобучение или получение новой профессии для тех, кому это необходимо. Создаются временные и субсидированные рабочие места. То есть помощь предоставляется всем желающим из числа состоящих на учете. Кроме того, регулярно проводятся мини-ярмарки, которые позволяют работодателю лицом к лицу встретиться с возможными работниками. Далее новости короткой строкой. На территории Мурманской области наблюдается рост угонов автомобилей. Согласно данным регионального управления ГИБДД, за 10 месяцев этого года было похищено 34 транспортных средства, из них 3 в Канделахше. На основании проведенного анализа самыми угоняемыми автомобилями в текущем году по-прежнему являются модели Волжского автозавода. Кандалакшский район получил субсидию из областного бюджета в размере 4,5 миллионов рублей. Средства будут направлены на обучение предпринимателей и поддержку начинающих предпринимателей в виде предоставления грантов на создание собственного бизнеса. Несмотря на капризы природы, начал свою работу каток Дворца спорта. Он открыт для посетителей с 13 до 20 часов, а с 1 декабря время его работы увеличится на 1 час. В помещении Дворца спорта можно взять коньки на прокат, а также воспользоваться услугой по наточке лезвий личных коньков. 20 ноября во всем мире отмечается День ребенка. Он учрежден по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН и празднуется ежегодно с 1956 года. Основная цель этого праздника – привлечь внимание общественности к проблеме здоровья детей. В День ребенка многие организации, фонды и компании проводят благотворительные акции, направленные на оказание помощи нуждающимся детям. В нашем городе пропал подросток. Вчера он ушел из отделения несовершеннолетних Кандалакшского комплексного центра социального обслуживания и до настоящего времени не вернулся. Сотрудники полиции просят Кандалакшан оказать содействие в поиске паренька. Разыскивается несовершеннолетний Даниил Кондратьев 1999 года рождения. Он был одет не по сезону. В серый вязаный свитер с воротником. Красные спортивные штаны с лампасами белого цвета. Серые сандалии. Приметы мальчика. На вид 12 лет, рост 150 сантиметров, худощавое телосложение. Волосы прямые, темно-русые. Под левым глазом небольшой шрам. На нижней части подбородка 5-сантиметровый шрам. На правом виске родинка. Ходит быстро, сутулится, курит. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Кондратьева Даниила Сергеевича, просят сообщить в дежурную часть полиции по телефону 02 или 9-24-22. Чтобы чувствовать себя хорошо, нужно вести здоровый образ жизни. Например, есть качественные продукты, заниматься спортом. Но наше здоровье зависит также и от воздуха, которым мы дышим. Создать благоприятный климат можно и в квартире. В этом может помочь воздухоочиститель. Многие горожане сталкиваются с проблемой сухого воздуха в квартире. Особенно это актуально во время отопительного сезона. Сухой воздух негативно влияет на состояние слизистых. Поэтому человек становится больше подвержен воздействию микробов и чаще болеет. Магазин «Медтехника» предлагает вам решение этой проблемы. Здесь вы можете приобрести увлажнители воздуха, которые сделают атмосферу в доме более комфортной. У нас представлен большой выбор увлажнителей немецких и итальянских фирм. И с 20 ноября по 2 декабря проводится акция скидка 5% на все увлажнители. Воздухоувлажнители благотворно влияют на комнатные растения. Цветы начинают лучше расти. Ведь для них увлажненная атмосфера является наиболее благоприятной. Но особенно важно увлажнять воздух в детских комнатах, так как маленькие дети больше подвержены простудным заболеваниям. Увлажнитель воздуха заметно улучшает качество сна. Ребенок меньше утомляется и, как следствие, меньше капризничает. Да и в целом чувствует себя лучше. У меня знакомые приобрели воздухоувлажнитель. Ему он очень понравился. У них дети раньше часто болеют, сейчас болеют намного реже. Да и так в квартире намного приятнее находиться, когда воздух более увлажнен. Ты комфортнее намного себя чувствуешь. В магазине Медтехника представлен большой выбор увлажнителей воздуха. Подобрать наиболее оптимальный вам помогут сотрудники торговой точки. Кроме того, на покупку любого воздухоувлажнителя в период с 20 ноября по 2 декабря каждому желающему приобрести данный аппарат будет действовать скидка в 5%. Комфортный климат в квартире – верный залог хорошего здоровья всех членов семьи. Далее прогноз погоды. Его представляет Восточный экспресс-банк. Сегодня ночью в Кандалакше ожидается облачная погода временами осадки. Ветер северо-западный 8-10 метров в секунду. Температура воздуха – минус 5-10. Днем будет также облачно. Синоптики обещают снег. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в дневные часы – плюс 3 градуса. Атмосферное давление будет слабо расти. 21 ноября солнечная активность низкая, геомагнитное поле спокойное. Прогноз погоды представляет Восточный экспресс-банк. Пункты выдачи кредитов. Город Кандалакша, улица Пронина, 24. Город Полярная Зорь, улица Ломановсова, 3. Восточный экспресс-банк. Банк, который рядом. Это были все новости на сегодня. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова